Рик и Морти вернулись Сразу хотим извиниться перед вами за небольшую задержку этого разбора Изначально планировали его выпустить аккурат сразу после премьеры серии Но улетели в мини-отпуск, поэтому ролик вышел с небольшим опозданием Мы успели отдохнуть, набраться сил и теперь вновь готовы радовать вас крутыми видосиками Кстати, если вы хотели бы увидеть посерийный разбор всех серий пятого сезона Обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием Ну а мы погнали Начнем с традиционных отсылок серии, которых на этот раз было не так уж и много Но они были довольно любопытными Например, название серии на английском Mort Dinner Rick and Dre Отсылает нас к старенькому фильму «Мой ужин с Андре» В котором двое старых друзей встретились, чтобы поговорить о жизни, смерти и о куче других философских тем В общем, это прямой спойлер к сюжету самой серии, где мистер Нимбус долго беседует с Риком А в финале нас так и вовсе ждет ультрафилософский монолог Джессики В начале эпизода мы видим, как Морти спасает Рика из какой-то заварушки, в результате которой Санчес практически погибает Что забавно, Рик уже не раз умирал за время мультсериала Но его программа по клонированию каждый раз возвращала ученого к жизни Поэтому столь героические старания Морти в принципе-то напрасны Однако не так важно из-за чего Санчес оказался на волоске от смерти, как то, где именно были главные герои Локация похожа на то самое место, где когда-то парочка собирала кристаллы смерти Но это явно другое место В осколках можно увидеть альтернативные версии приключений Рика и Морти Например, их заварушку с вампирами Является ли этот момент спойлером к будущим эпизодам, пока неизвестно После этого Морти героически спасает деда, попутно успев позвонить Джессике Этот звонок очень сильно напоминает сцену из первого Капитана Америки Когда Стив в последний раз говорил с Пагги Картер перед тем, как стать капитаном-сосулькой Кстати, в комнате Джессики есть несколько забавных деталек Так, например, на стене сбоку можно заметить плакат с символом медицины Что тонко отсылает нас к серии, где девушка решила помогать другим людям и устроилась в хоспис Очень приятно, что сценаристы не забыли о столь мелкой и незначительной детальке И уделяют внимание даже столь второстепенным персонажам И именно из-за таких мелочей фанаты по всему миру и обожают этот проект Рик и Морти доказали всем, что взрослые мультфильмы могут влюблять в себя миллионы зрителей Не зря каждый год во время премьеры новых серий весь интернет заполняют огурчики Рики А как насчет комиксов по этой вселенной? Издательство Камильфо готовится издать сразу два новых сборника комиксов про Рика и Морти И это настоящий праздник для фанатов Первая книга – долгожданное продолжение приключений главных героев по миру на столке Dungeons & Dragons Которая на этот раз получила под заголовок «Заброшенные дайсы» Ранее уже выходил комикс-кроссовер с ДНД И это была реально безумная история Теперь же приключения станет еще сумасброднее Ведь на этот раз драконы и эльфы сами вторгнутся в нашу реальность Вторая книга – это финальный сборник комиксов основной серии по Рику и Морти Приключения никак не повторяющие то, что мы видели в мультсериале Таких книг уже вышло аж три штуки И вот последняя, четвертая, вот-вот выйдет в печать Кстати, помимо новых книг, ранее были изданы сборники комиксов про огурчика Рика Жопа Сранчика и множество других сольных историй Плюс сборник цитат Рика и арт-бук про создание главного мультсериала современности И все это перевезено Димой Сыендуком Так что фирменный стиль мультфильмов теперь еще и на бумаге Приобрести уже вышедшие комиксы по вселенной Рика и Морти А также оформить предзаказ на новые тома Вы можете прямо сейчас в магазине комиксов 28-й Также ищите эти книги в интернет-магазине Лабиринт Все ссылки вы найдете в описании После приводнения нам впервые показывают мистера Нимбуса Местного аквамена Образ секси-водяного это симбиоз сразу нескольких героев Первый Немор из Марвел, который очень скоро должен дебютировать во второй Черной пантере Внешний вид Нимбуса, но уже очень похож на рисовку Немора из комиксов Второй аквамена Джейсона Мамоа Версии из мультфильма явно перебарщивают с сексуальностью Что намекает на чрезмерную популярность Мамоа у представительниц женского пола И с натяжечкой можно также приплести сюда подводного из пацанов Так как дождь из китов это настолько сюрреалистическая способность Что ей наверное мог бы обладать только герой сериала от Amazon Да и вообще имя Нимбуса уж очень прямо намекает на метлу из Гарри Поттера Правда эта пасхалочка не совсем понятна Так что если у вас есть мысли по этому поводу Обязательно напишите об этом в комментах Следом у нас идет забавная пасхалка на мир Нарнии В котором Рик старил винишко Интересно здесь то, что Санчес упоминает бобра, верующего в Иисуса Христа И если вы не знали, то легендарные хроники Нарнии Это ну уж очень околобиблейское чтиво, завернутое в рамки детской книги Там все нарнийцы свято верили в льва Аслана Который по сути являлся богом Его мучения отражали страдания Иисуса Тем самым Клайв Льюис заложил в образ Аслана образ самого Иисуса Однако разбирать библейские детали хроник Нарнии сейчас мы не будем Да и для этого у нас не хватит даже 10 роликов Поскольку их автор был Заком Снайдером еще задолго до самого Зака Снайдера Возвращаясь к порталу в мир местной Нарнии Стоит отметить очень забавную Морти пасхалку Парень оказывается очень зол на своего деда Из-за внезапно возникшего суперзлодея в лице мистера Нимбуса Его злит то, что он вообще ничего не знает о Рике Хоть и проводит с ним все свое время При этом Морти упоминает, что он постоянно пропускает школу Это уточнение дает ответ на извечный вопрос А что там со школой? О котором частенько забывают все околоподростковые сериалы В стиле Ривердейла и дневников вампира Где о том, что главные герои школьники Забывали уже во второй серии Таким образом, Морти запустил цепочку событий Приведших к тому, что Нарния стала его персональным адом По сути, это место со сверхбыстрым течением времени Просто переполнено пасхалками Например, влияние Морти на мир Это фантазия сценаристов на тему перемещения во времени Вспомните, как Марти Макфлай повлиял на альтернативный мир будущего В котором Биф стал королем всего Тут все происходит примерно тем же образом Только случайно оставленный кусочек технологии Помогает Нарнийцам очень сильно стартануть в своем прогрессе Также забавной пасхалкой можно назвать их стену Которая очень сильно напоминает ту самую стену из Игры Престолов Которая была создана для того, чтобы оберегать мир людей от древнего врага О котором давным-давно никто не слышал и не видел Получается, что в разные периоды времени Морти был кем-то вроде белых ходоков И верили в него лишь единицы Чуть позже, в одном из очередных визитов Морти в этот мир Он оказывается в ловушке, сделанной наподобие земного рая Но откуда норнийцы вообще могли знать о земном рае? Выходит, что перед тем, как заморозить Джессику Местные ученые очень много беседовали с ней Дабы создать идеальную ловушку Ну а вообще момент с Морти и Иисусом Ну уже очень интересный Однако из-за того, что это была всего лишь иллюзия Разбирать в нем нечего Впрочем, несмотря на всю комичность серии Она была просто переполнена любопытными делами Во-первых, мы узнали очень многое о прошлом Рика Как минимум, Нимбус постоянно называет его Ричардом Что в принципе вообще происходит впервые за всю историю мультсериала И таким образом мы узнали полное имя главного героя Вдобавок, чуть больше нам стало известно и о жене Санчеса, Дайан Имя было также впервые произнесено мистером Нимбусом Что говорит нам о том, что Аквамен очень уж давно знает Рика И даже был знаком с его покойной женой По каким-то пока неясным причинам Создатели мультсериала максимально стараются избегать тему Дайан Давая нам лишь крупицы информации о том, что с ней случилось И кем она в действительности была Теперь можно считать, что на самом деле Рик не такой уж и плохой герой И его фирменный алкоголизм, а также крайний эгоизм Это следствие утраты близкого человека Кстати, а еще в этом моменте ученый вновь ломает четвертую стену Говоря о каноничной предыстории Что в принципе идет вразрез с традиционным повествованием в мультиках Но мы-то с вами говорим о Рике и Морте Тут стандарты вообще идут погулять очень далеко и надолго Ну а во-вторых, кто нахрен такой этот Кайл? Во время застолья Нимбус говорит о том, что ему не нравится Морте И прошлый виночерпий по имени Кайл был лучше Определенно речь не идет о какой-то другой версии Морте Здесь скорее имеется в виду помощник, который прислуживал Санчесу еще до начала первого сезона Кем может быть Кайл? Да кем угодно, ведь за всю жизнь с Риком чего только не случалось Вопрос в том, жив ли он еще или уже нет Мультсериал всегда славился своей внимательностью к деталям Таким образом, у нас есть линейка злого Морти и клона Бет, о которых говорили мимолетом Но это было сделано специально А значит, в будущем мы можем узнать куда больше о Кайле Ведь он может посетить сериал лично Многие зрители тут же начали строить теории о том, что злой Морти и есть Кайл И все, что он делал, было планом мести за события прошлого Но это совершенно неверно, так как речь идет о мультивселенной Где Морти всегда оставались, ну, Морти Хоть и различались по каким-то отдельным характеристикам Таким образом, Кайл это экс-протеже Рика до появления нашего Морти И черт возьми, мы уже ждем, не дождемся, когда увидим его Ведь все эти отсылки на прошлая Рика явно взяты не с потолка и ведут нас к чему-то А понравилась ли вам новая серия? Старт сезона вышел довольно мощным и не стал перегибать палку с тонны мега-отсылок Как это было в четвертом сезоне А вместо этого подарил нам кучу юморных моментов И очень сильно развил канон самой вселенной Рика и Морти Мультсериал по-прежнему остается одним из самых культовых проектов для взрослых И мы будем лишь рады разбирать его для вас дальше До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok